Здравствуйте! В студии Артём Тарасов. Сегодня в выпуске. Первый пошёл. МЧС России передан самолёт Б-200ЧС, собранный в Таганроге. Мы передаём ключ от самолёта Б-200ЧС командиру экипажа. Желаем чистого неба, хороших, успешных тушений пожаров. Шесть редких икон и уроки столетия 1917-2017. Сегодня открылась выставка Дон Православный. Уроки минувшего столетия, к осмыслению которых мы только-только приближаемся, напоминают нам о том, что нужно быть очень осторожными в своей жизни. Причина ДТП – цапля. Пытаясь объехать птицу, женщина съехала в растительный канал и перевернулась. Сначала плюс пять, потом плюс четырнадцать. Ростовские баскетболистки увереннее победили у ГМК. Дали мяч, надо забивать стараться. Сегодня получилось. Если там вчера не получалось забивать, сегодня получилось. Готовимся к Мордовии и обкатываем 17-летнего вратаря. Хоккейный Ростов спокойно обыграл аутсайдера. Спасибо ребятам, команде, что они помогли, доверились мне. Огромное спасибо тренерам, что дали шанс. Старый Новый год – праздник самый русский и интернациональный. Лепим вареники по-русски, по-татарски и по-польски. А это второй вариант. Лепим с фасолью. Этот вариант больше похож на еврейские курзешки. Вареники по-русски. На центральной дискуссии «Россия и мир. Выбор приоритетов» выступил Дмитрий Медведев. Первый серийный самолет Б-200ЧС, собранный в Таганроге, передан сегодня МЧС России. 20 лет эти амфибии выпускали в Иркутске по технологиям ТНТК имени Береева. И вот производство налажено у нас. И получила заказы от МЧС и Минобороны на годы вперед. Рожденный летать, сплавать тоже умеет. Самолет-амфибия Б-200ЧС работает в небе и на воде. Сильный и быстрый разгон до 700 км в час уже прошел все приемо-сдаточные испытания. Мы передаем ключ от самолета Б-200ЧС командиру экипажа. Желаем чистого неба, хороших, успешных тушений пожаров, для того, чтобы самолет проявил себя во всей красе, как наши экипажи проявили себя в небе Индонезии, Израиля, Португалии. В своем роде наш самолет единственный в мире. Первый назван в честь морского летчика Александра Разгонина, в 44-м получившего звание Героя Советского Союза. Теперь в Таганроге будет Центр российского гидроавиастроения. Это было смелое и правильное решение перенести это все в Таганрог. В Таганроге находится конструкторское бюро. В Таганроге находится уникальный комплекс, предназначенный для летных испытаний. Обновили не только обертку, раскрасили в цвета МЧС, но и начинку. Улучшили бортовое оборудование, усилили конструкцию планера по всем международным требованиям. Накопился большой опыт. Сейчас в настоящее время расширяется парк самолетов. Поэтому необходимо готовить летчиков, технический персонал. Необходимо увеличивать штаты для расширения, для выполнения поставленных задач. Самолет универсален, тушит пожары, ведет поисково-спасательные работы и грузопассажирские перевозки. Второй такой почти готов к работе. В этом году планируют выпустить еще три, а в 2018-м выдадут восемь. Китай, Таиланд и Вьетнам хотят такие же. Договоры уже подписаны. Александр Разгонин. Первый серийный самолет-амфибия Таганрогской сборки. Бе-200 будет эксплуатироваться в составе Южно-регионального центра МЧС России. И уже сегодня борт отправится в Ростов, к месту своего постоянного размещения. Юлия Сурикова, Юрий Санкин. На Дону. Упор на туризм и образование. Переработку сельхозпродукции и предпринимательства. Член Общественной палаты России Леонид Шафиров представил программу развития моногородов Донецким молодым предпринимателям. Почетного гостя пригласили на десятилетие Донецкого молодежного парламента. Но торжественная часть быстро сменилась конструктивными предложениями по изменению города. Новые рабочие места можно будет создать благодаря туризму. Восстановить санатории, базы, популярные в советское время. Особое внимание развитию образования. Сюда могли бы приезжать студенты со всего региона. Ведь одно преимущество уже есть. Больше студентов выше вероятность того, что они останутся в городе после окончания учебы и, например, откроют свое дело. Ведь Донецк сможет получить в этом году статус территории опережающего развития. И с ним дополнительные меры поддержки. А приходящие сюда предприниматели – многочисленные льготы. Даже если в квартире не живешь, платить будешь и за воду, и за газ, пока счетчики не поставишь. Об изменениях в ЖКХ с нового года журналистам сегодня рассказал заместитель министра. Если в квартире никто не проживает и не зарегистрирован, то оплата за коммунальные услуги будет рассчитываться, исходя из количества собственников. Если фактически у тебя там живут 10 человек, но якобы квартира пустая и никто там не прописан, то изволь заплатить по нормативу, исходя из количества собственников. Таким образом, жильцов призывают отказаться от оплаты по нормативам, поставить счетчики и платить по факту. Установка быстро окупится, ведь с нового года к нормативу применяется повышающий коэффициент. Умножайте нормы на свет, газ и воду на полтора. Это не коснется только тех, у кого для установки прибора учета просто нет технической возможности. Кроме того, из коммунальных квитанций исчезла строка общедомовые нужды. Ее перенесли в графу содержания и ремонт жилья. Такая формальность позволит жильцам лучше понимать, сколько и за что они платят. 15 лет строгого режима и штраф 100 тысяч рублей за призывы к терроризму. Такой приговор вынес сегодня Северокавказский окружной военный суд Казбеку Бастанову, жителю Карачаева Черкесии. Обвиняемый призывал прихожан местной мечети убивать правоохранителей. Также по информации следствия планировал убийство имама. Незадолго до задержания Бастанов стрелял в полицейского, а во время следствия вдруг решил сменить имя. И теперь он догадаться невозможно – Иисус. Интерактивная экспозиция «Уроки столетия 1917-2017» стала главным событием открывшейся сегодня в Ростове выставки «Дон православный». Ведь этот год – год столетия Великой Октябрьской революции, кардинально изменившей отношение к религии. Также на выставке множество реликвий и шесть уникальных икон. Революция 1917 года при необузданности, свойственной русскому характеру, в какой-то момент дошла до крайности. Гонения и репрессии не обошли стороной миллионы людей. Моя прабабушка не была расстреляна, но она отсидела в тюрьме, она отсидела за веру. Ее реставрали в 1937 году. Эта история об этом, конечно же, передавалась. У нас вот прабабушка по материнской линии Загоролька и Фросиния Дмитриевна. Спустя столетия многим все еще трудно воздержаться от резких выпадов в сторону белых или красных. Но уроки столетия – это церковно-светский проект, где удалось представить видение событий сдержанно. Смысл единства народа в этом и состоит. Чтобы каждый человек чувствовал себя гражданином Родины своей, честно знал историю, честную историю своей страны и роль каждого человека в этом. Поэтому вот этот выдержанный подход к оценке без выдавливания одного и продавливания другого – это достижение организатора и участников. Впервые на выставку из Ростовского кафедрального собора принесена точная копия чудотворной донской иконы Божией Матери. Два года список создавался профессионалами Данилова монастыря под патронажем Государственной Третьяковской галереи, где хранится прославленный первообраз. События такие, которые происходят здесь в начале года в рамках этой выставки и ярмарки, но безусловно подчеркивают значимость православия для дона, значимость православия для культуры тех людей, которые проживают на нашей родной земле. Есть совершенно замечательное высказывание в церкви. Покаяние во грехе состоит в том, чтобы этот грех не совершать больше. Не в словах, не в жестах, а именно в том, чтобы не поступать так более. И вот те уроки, о которых мы сегодня говорим, уроки минувшего столетия, к осмыслению которых мы только-только приближаемся, напоминают нам о том, что нужно быть очень осторожными в своей жизни. О времени, в котором жили наши бабушки и дедушки, из которого вышли мы, будут говорить и на научно-практической конференции «Духовно-нравственная катастрофа 1917 года. Уроки истории». Галина Белоусова, Сергей Вишняков, Надану. Купели крещения уже готовят. Спасатели МЧС обследуют водоемы, а рекомендации по зимнему погружению в воду дают те, для кого это обычное дело – моржи. У нас есть ломы для того, чтобы рубить лед. Лучше иметь хорошо заостренный лом, чтобы он был тяжелый. А еще в арсенале пешня, палки, лопата. Правда, пока это все из области теории. Лютых морозов у нас не предвидится. Небольшая шуга до берега Дона. Я думаю, что в течение ближайшей недели, может быть, морозы чуть-чуть укрепятся. Но мы готовы к любым поворотам стихии. Обязательно перед купанием мы говорим, надо размяться, надо пробежаться, надо сделать разминку. Неопытным во время разминки рекомендуют надевать перчатки и легкие шапки, а снимать их перед самым купанием. Окунаться с головой без подготовки не стоит. При рыхлом льде, так называемой шуге, которая сейчас покрыла ростовские водоемы, нужно быть особо осторожным, легко пораниться. Бодрит, настроение бодрое, прилив сил. Сейчас чайку попьем, вообще будет хорошо. А мы пьем, чтобы согреться хорошо, чаек с перцем. Желающих окунуться на крещение все больше, замечают спасатели. В этом году ждут 90 тысяч человек. Поэтому решили оборудовать больше купелей. По области откроют 120 официальных мест. Данные места будут оборудованы соответствующими требованиями по безопасности. Будут настилы, мостики, пункты обогрева, переодевания, освещения. Сейчас водоемы обследуют и составляют списки пригодных для крещенских купаний. Полный перечень объявят позже, но уже известно, что в него войдут привычные для ростовчан родник Сурбхач, Ростовское море и Северное водохранилище. На Соленом озере, как и на других официальных местах купания, будут дежурить сотрудники МЧС. Оказать помощь готовы почти 500 спасателей. Они прибудут к купелям еще 18 января к 6 часам вечера, а покинут свои посты через сутки. Следить за порядком в местах купания будут полицейские и казаки, а за самочувствием пловцов бригады скорой помощи. Виктория Щетинина, Станислав Фоменко, Надону. Запущенная в новом году «Ласточка» по маршруту Ростов-Новороссийск пользуется большим спросом у жителей Дона и Кубани. Это уже заметили в РЖД. Скоростной электропоезд начал курсировать между южно-российскими городами 3 января. И за первые 8 дней перевез около 9 тысяч пассажиров. Из Ростова быстрая электричка отправляется ежедневно в 7.02 утра. Из Новороссийска в 15 часов 45 минут. Дорога в один конец занимает около 6 часов. В таком режиме новая «Ласточка» проработает до конца апреля. Не птичий грипп, так авария. Цапля стала причиной ДТП на дороге между поселком Веселый и хутором Красный Кут в Веселовском районе. Птица стояла на проезжей части и женщина-водитель легковушки, пытаясь избежать столкновения, съехала на скользкую обочину, не справилась с управлением и попала в оросительный канал. Да так, что машина перевернулась. Еще повезло, что в тот момент воды в канале не было. Сама женщина из машины выбраться не смогла. Виновная цапля помогать не стала. И пришлось поработать спасателем. У водителя легкие ушибы, птица не пострадала. О других событиях области – новости от наших коллег. Новый год в Новочеркасске начали с дорог. Рабочие массово латают дорожные ямы на улицах города по специальным технологиям, уже показавшим свою надежность. Те ямы, которые сделаны были литым асфальтом, если вы проедете, посмотрите, прошлогодние, они до сих пор держатся. Ремонт закончится в ближайшее время. Подрядчик обещает исправить все сильные повреждения дорожного полотна в городе. Театральная студия «Маски» хутора «Красный кут» Октябрьского района порадовала зрителей постановкой за двумя зайцами. Считает, что описанная 130 лет назад история о молодом бездельнике, решившем найти себе невесту с приданным, актуальна и сегодня. В Краснокутской театральной труппе 14 актеров, вне сцены учителя, врачи, предприниматели. На очередную премьеру встретил полный зал. Своего спасибо не жалей, а чужого не жди. Под таким девизом в Волгодонске отметили самый вежливый день в году – Международный день спасибо. Журналисты телекомпании ВТВ спросили у горожан, ждут ли они благодарности в ответ на сделанное добро. Я считаю, что сделать добро – забудь. Тебе сделали добро – помни всю жизнь и благодари человека. Человек сделал добро, ну и слава Богу. Где-то можно и подождать своего спасибо, а где-то можно и обойтись без него. Психологи уверяют, что говорить слово спасибо просто необходимо, ведь оно помогает избежать нервных срывов и стрессов. Если человек говорит слово спасибо, при этом он улыбается и говорит это слово искренне, он передает определенный заряд позитива человеку, которого он благодарит. Начали промахами, но прибросались и разгромили. Баскетбольный Ростов-Дон-Юфу и во второй домашней встрече переиграл Екатеринбургский УГМК-юниор, причем увеличил разницу в счете с пяти очков до четырнадцати. Сценарий предыдущей игры подходит к нынешней лишь отчасти. Хозяйкам на протяжении трех минут не удается поразить кольцо. Гвозди атакуют продуктивнее, но за это время успевают оторваться лишь на шесть очков. У нашего тренера явно есть предчувствие, что нужно нагружать капитана. И действительно, Яна Котова уже в первой половине набирает десять очков. Ей под стать действует и Евгения Окснер. Отстраивает свою оптику на снайперском орудии, не отстает от подруги и также выбивает за двадцать минут десяточку. И вся команда отрывается от гостей к большому перерыву на десять очков. Честно, даже не смотря на статистику, но понравилось, как играл на падениях. Вот то, что и требую от команды, чтобы быстрее двигался мяч и быстрее все выполнялось. Тогда против нас будет тяжело играть. Околоигровое новшество этого года. Теперь у «Пантеры Донны» появился друг тезка нашей могучей реки Дон. Ну а игру не портят и менее опытные игроки. Анна Сдепская, Ирина Мирошникова наберут на двоих 16 очков. Весомый вклад в общий успех. У гостей пуще прежнего старается Сабина Абайдулина. 19-летняя нападающая в среднем за игру набирает 10 баллов. И сейчас свои показатели только улучшает. А ее команда, даже уступая много, не сдается. Я считаю, что у нас достаточно хорошая команда. Хоть мы идем внизу регулярно на чемпионаты, но у нас хорошая команда. Мы спокойно можем бороться даже с Ростовом, который идут на втором месте. Вообще-то спокойно – это сильно сказано. Остановить Яну Котову не получается даже ценой фола. Трижды во второй половине капитан забрасывает мячи и получает возможность пробить штрафной. Ну, спасибо судям, что свистели. Ну, как-то так получилось. Не знаю, на это не обращаешь внимания. То есть дали мяч, надо забивать, стараться. Сегодня получилось. Если там вчера не получалось забивать, сегодня получилось. В итоге получилось заработать 21 очко и 8 подборов. Почти дабл-дабл. А команда побеждает более уверенно, чем днем ранее – 81-67. И уже в субботу встретится с коллективом «Нефтянник Авангард» из Омска. Лев Клинов, Сергей Вишняков. На Дону. В первом матче с идущим на последнем месте без очков и денег кристаллом «Хоккейный Ростов» победил 8-1. Гости для наших игроков – просто школьники, которых можно учить и тренироваться на них перед серьезными играми. Хотя второй матч таким результативным не стал. Счет хороший. Немножко построже в обороне. А так, я думаю, еще надо больше завтра забивать. Эти слова Алексей Алтухов сказал после первого матча. Но на завтра сразу что-то не пошло. И первого гола пришлось ждать весь первый период. Без пяти секунд. До перерыва все-таки успел отличиться Василий Шутов. Пообщавшись в раздевалке с тренером, Ростов вышел злым. И за минуту и шесть секунд забросил две шайбы. Обе на добивании. Соперника просто придавили. До конца второго периода команды обменялись голами. У нас второй раз отличился Шутов. Гости размочили счет в большинстве. Я думаю, что это работа всего звена. Мы провели атаки. И получилось так, что я оказался на завершении. И у меня получилось забить. Вчера у моих партнеров получилось забить. На третий период тренер Ростова заменил вратаря. И дал шанс 17-летнему новичку. Дмитрий Кропова, ростовский воспитанник, пришел в клуб после школьного выпускного. И уже примеривается к воротам. За 20 минут ничего не пропустил. Волнения были, конечно, так как я первый раз играю на этом уровне. Но спасибо ребятам, команде, что они помогли. Доверились мне. Огромное спасибо тренерам, что дали шанс. Когда-то надо начинать. Я еще молодой, все впереди у меня. И он пока обтирается. И, понятное дело, что у нас есть какая-то возможность дать ему поиграть. Хоть какой-то опыт получить. Потихонечку будем это делать. Как молодец справился он там даже. Выход в ноль там поймал. Молодец. В третьем периоде кондоры ограничились одной шайбой в большинстве. В итоге 5-1. Вроде и разгром, но в данной ситуации для Кристалла достойный. И дело даже не в уроке. Извлеченном из первого матча. Нет, никакие коррективы не уносили. Нам нечем уносить коррективы. У нас коротенькая лавка. Сегодня играли в два центральных. И потом перешли в две пары защитников. Ну а после слабейшего соперника в гости едет сильнейший. С Мордовии, которая отстает от нас всего на два очка, играем в субботу и воскресенье. Ксения Николаева, Станислав Фоменко, на Дону. Польские пироги – это не пироги, а русские вареники. Татары делают их с говядиной и гадают на год грядущий. Старый Новый год отмечает вся Россия, и мы рассмотрели в самом русском. Праздники – многонациональный колорит. Ведь, казалось бы, такие русские вареники пришли к нам из Турции. Что мешает им идти по миру дальше? Оригинальное название – дюшвару. У турок это было просто вареное тесто. Большие галушки, которые подают с кислым молоком. Украинцы рецепт доработали начинкой. Жареное сало, творог, картофель. И уже в таком виде вареники перекочевали в Россию. Обычно вареники делаются покрупнее, чем пельмени. Вот это вот самое оптимальное для вареников. Можно делать в Украине, делать еще больше. Блюда – это горячее. Перед подачей посуду надо нагреть и до 70 градусов. И выложить на нее готовые вареники. Теплое слово? Нет на кухне. Теплое блюдо или теплое. Оно должно быть все. Или горячее, или холодное. Горячие вареники, вкусные такие. Вот сметана. Со сливочным маслом все. Попробуйте, пожалуйста. Для приготовления теста используются самые простые ингредиенты. Вода, соль, мука и яйцо. А вот начинка вареников по-татарски – из говядины. Да, потому что мы мусульмане, и мы свинину не едим. Раньше донские татары и родители Магиры Чернооковой в том числе делали вареники из конины. Мясо в фарш мелко рубили топором. Тогда делили этого коня между семьями татарскими. И каждому давали вот по большой ноге. И вот это была у нас еда на всю зиму. Вообще татары не гадают, но традицию Старого Нового Года переняли. А для вкуса есть специальное заклинание. А на польской кухне мы узнаем, как готовят пироги, а иначе вареники. Главное его отличие от русского собрата – чем крупнее, тем лучше. И начинка самая разнообразная – мясо, сыр. Или, как сейчас, квашеная капуста с грибами и фасолью. Поляки позаимствовали блюда уже из русской кухни. Главный секрет вкуса и формы – в тесте. Чтобы оно было вот такое тягучее, классное, послушное, что нужно? Два яйца, стакан тепло-горячей воды, соли по вкусу. И обязательно пару ложек столовых масла растительного. Квашеную капусту смешали со свежей и добавили грибы. Это первый русский из двух вариантов лепки. А это второй вариант. Лепим с фасолью. Этот вариант больше похож на еврейские курзешки. Подлива, лук полукольцами и грибы. А сверху укроп для пикантности и польская овощная приправа-воживка. Смачного! Что означает приятного аппетита. Олеся Слынько, Андрей Токарев, на Дону. На сегодня это все новости. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова